Привет всем смотрящим! Это Дава Дым и сегодня у нас, скорее всего, будет обзор кальяна Баду, Бодо, обзор Бодо. Честно скажу, название максимально просто китайское. У нас такая китайщина, блядь, что Пандора курит в сторонке, но это российский кальян, российский бренд. Почему такое название и почему так называется у производителя выпросить и понять я не смог, то есть он даже не смог мне нормально объяснить, почему называется Бодо, с чем это расшифровывается. Есть ли какая-то история у данного кальяна? Но у меня есть две модели. Скажу сразу, одна мне очень понравилась, на вторую я просто покажу ее и все. Про нее даже разговаривать не буду, она мне не понравилась. Чем не понравилась, объясню чуть попозже. Поэтому эту коробочку мы просто убираем в сторонку, это именно та, которая мне не понравилась. И начнем с той, которая мне понравилась. Давайте, собственно, откроем нашу коробочку. Коробочка у него прикольная, такая лакированная, гладенькая и все дела. Так, открывается она очень просто, как и любой стандартный кальян, который идет в своей упаковке. Здесь у нас тот же самый черный поролон, внутри поролона вот такой вот комплект. Что в него входит? В него входит основание, причем очень хорошее, из немецкого полициталя. Также здесь коннектор магнитный и как бы сделан по технологии Мэтпира. Но если вы сейчас внимательно присмотритесь вовнутрь, то там есть штопорная шайба. К сожалению, я не помню, спрашивал ли я у производителя, штопорная шайба сделана из нержи или же из обычного алюминия. Если она из обычного алюминия, то мы столкнемся с той темой, как всегда сталкивались с кальянами. Деревянные первые кальяны, как они назывались? У них еще модель была вроде Кинг и Принцесса, Квин. Короче, забыл, с головы вылетело деревянные такие кальяны. Так вот, у них была проблема, что вся эта конструкция деревянная держалась на стопорной шайбе, которая была сделана из обычного алюминия. И этот алюминий, собственно, сука, ржавел и вся эта хуйня текла по шахте. Надеюсь, здесь такого не будет, но я не уверен. Также по основанию у нас есть три рабочие дырки. Здесь также вертикальный продув а-ля 2018 год. Все дела, тренды, бренды и вся прочая хуй тень. Есть комплект шариков и о-ринг резиночек. Это очень нужно, потому что, на самом деле, вот такие вот шарики под клапана, которые чуть больше диаметром обычной пульки, ты реально хуй где найдешь просто отдельно. А производители обычно про эту хуйню морозятся. Если ты все-таки проебал их, то, блядь, ты их проебал. Так. Давайте тогда уже сразу собирать с кальян. У нас есть вот эта хуй тень под названием основание. Есть погружная трубка с очень хорошими диаметрами и прикольной резьбой на конце. Этот конец с этой резьбой нужен специально для того, чтобы юзать вот эти о-ринг колечки, потому что здесь есть утяжелитель тяги. Диффузор и утяжелитель тяги. То есть это вот такая штучка без дырочки на конце. И все же, производители, уважаемые, как бы вы не хотели утяжелить тягу, то утяжелите ее, пожалуйста, диаметром шахты. Потому что все вот эти игры с регулированием тяги, они нахуй никому не нужны. Вот я вам клянусь, они нужны только лишь на, блядь, на первую неделю. Потом эту хуйню уже, блядь, сука, не юзают. Поигрались и хватит, не надо делать. В чем мы здесь видим проблему? Проблема здесь заключается в том, что этот утяжелитель, он не имеет дырочки снизу, соответственно, что? Соответственно, в нем будет забиваться табак. Мы на это уже натыкались, мы с этим уже сталкивались. Мамайка, там, шейпс, похожие на медузу, кальян, душа. Вот ты куришь, вот вынес гостям, листок провалился, забил, ты. Ладно, в чашке ты ее поднял. А хуяк-хуяк шилом, да, там, поковырял в очке и листики раздвинул. А здесь, сука, приходится снимать чашку, доставать шахту, раскручивать все это, идти мыть, блядь. Ты это все делаешь по факту перед гостями. Так вот, утяжелитель втыкается у нас на урин-колечках и, собственно, гуляет он вот так. Можно сделать прям, прям закрыть тягу, чтобы вообще не будет тянуться. А можно открыть, то есть можно на первую позицию, значит, там расстояние как бы остается больше. Можно еще раз, то уже между вот этой штучкой, то есть плоскостью и самой шахтой не остается пространства вообще. Ну, мы попробуем, думаю, покурить как бы вот так вот, покурим вот так вот и покурим вот так вот. Будет ли это работать или нет, посмотрим, да. Так, с этой частью мы уже определились, а пока это положу сюда. Верхняя часть внутренней шахты, на ней есть маленькая такая отсечечка, это значит вверх. Так, мы это все накручиваем. Так, сейчас, секунду. Бля, ненавижу вкручивать нержу в полицеталь по резьбе. Лучше, если вы один раз закрутили, то вы закрутили и больше его не разбирайте. Так, заюзаем наши шарики, их нужно всего две штуки. Две у нас идут в комплекте, запасные. Так, первый. А, кстати, я вам сейчас весь сок расскажу, чем мне этот кальян понравился. У него вертикальная продувка, но она немного другая. Так, теперь мы одеваем верхнее основание, и оно выглядит вот так вот. Необычно, прикольно, похоже на Рокки Динорога, да. Очень прикольно. Мне вот именно форм-фактор мне очень закатил. Возможно, был такой. В первую очередь он похож немного на кальяны Дуду Мастера, если вы помните. Как вы сейчас заметили, вот здесь, да, вроде бы должно быть вот так, как у Андрея Жукова. Расстояние, но здесь нет расстояния, как же эта вся хуйня продувается. Так, далее. Ладно, сейчас мы это сюда положим, пойдем по списочку. У нас есть мундштук, мундштук а-ля, похожий чем-то дизайном на Мэтпир, но, наконец-то, собственно, производитель додумался сделать нормальное основание под мундштучки. Мундштучок залазит и так, и сяк. Не очень длинный, с хорошим сечением и с хорошим охуенным покрытием. Так, шланг, софт-тач, очень хороший, качественный, мягенький, не просвечивается при сгинании. И, конечно же, блюдце. Блюдце большое, немного самой обычной формы, центр прям ровно-ровно. И есть, конечно же, у нас еще и коннектор под чашку, и он очень круто выполнен, он с толстой нержи, с такими штучечками, чтобы было удобнее крутить, хотя просто берешь блюдце, поворачиваешь вот так, и любой кальяна у тебя раскрутится. Так, вуаля! И все это закрутим сейчас. Собственно, внешний вид кальяна получается вот таким. Такой минимал черный, приятный, не очень тяжелый. Мне лично, в принципе, закатывает. Вот реально, вот это мотыль. Мне нравится. Кстати, кальян идет без колбы, поэтому колба была уже заранее наполнена водой и снята с другого кальяна. Теперь, о чем я говорил, о коннекторе на магнитах. Здесь он выполнен вот так вот, и есть здесь орин-кольцо. Это как бы дополнительная защита. Если все-таки магнит сдохнет и размагнитится, то у вас все равно ни хуя выпадать не будет, потому что орин-кольцо будет затаскивать. То есть магнит здесь более как дополнительная часть, но я не понимаю, зачем нужны лишние затраты, и это ведь ведет к удорожанию продукта. Так, мы это сделали. Сейчас я сразу чашечку накину, пока я буду дальше пиздоболей, и дальше все прогрелось. Чашечка у нас дава-дым, в чашечке у нас танжух. Так. А, заебись! Так, оденем наш шланг. В принципе, все. Кальян собран. Смотрится он хорошо. Теперь, что касается продувки. Она не как привычна вот в этой части. Она ровно под блюдцем. То есть, да, под блюдцем есть в шахте, в этой дырочке, через которой, собственно, и идет весь продув. Это очень хорошо. Ну, по крайней мере, интересно. Не стандартно, не банально. Но в этом можно увидеть какую-то проблему. Хотя проблемы нет, потому что когда ты продуваешь, то текет вода. То есть, там пар и прочая хуетень, да? Но здесь получится так, что вся эта влага, она сядет на внутренние части шахты. И, в принципе, отсюда уже не будет литься водой, а получится лишь просто выдуваемый дым. Так, про коробочку я, в принципе, все рассказал. И пока у нас греется, давайте мы поговорим о второй модели. Она мне не понравилась только лишь одним. Это форум-фактор. Почему? Объясню. По курительным характеристикам это идентично. По тяге средняя такая, чуть-чуть легче классическая тяга, приятная, без рывков. Из такого создающегося вакуума, да? Назовем это так. Курица мягко, приятно продувается. Между прочим, тоже хорошо, что эта модель, что эта модель. Но эти обе модели хуйня. Что эта хуйня? Даже че я вполне не очень захотел. Здесь есть такая форма. Я вам просто сейчас покажу, и что я на фотографии охуел, и что голова, которая приклеена к столу, тоже охуела. Да. И мне он никак не закатил. Почему есть такой форум-фактор? Потому что Баду это второе дыхание компании... Да, все-таки он прислушался ко всем нам, чтобы сделать другую модель. Чтобы вкатать в нее нержу. Чтобы изменить вот этот мундштук с дыркой, как у бывшей после всех твоих друзей. Он это сделал, но это сделал он... Я просто поступил грамотно и создал новый продукт. И таким людям очень легко создавать новые продукты, новые компании, новые бренды, потому что у них все налажено, в принципе, и все готово. Как я нихуево, да, жопу подлизал-то. Поэтому давайте, собственно, попробуем раскурить все это и посмотрим, что из этого выйдет. Да-да-да, я уже, собственно, его раскурил. Просто вырезал этот момент, как я его раскурю, потому что я не совсем понимаю, как это все можно обыграть. Гонщики, блядь. Как это все можно обыграть и как наложить какую-то музычку, да? А, ладно. Короче, я его раскурил, смотрите. Дымит кальяна хуена. На самом деле это просто пиздатая чашка, да, воды. Маленькая рекламная интеграция. Джон Каляна Фест, 28 июля. Зона Marketplace, 22 стенд. Продувается он через верх, это очень прикольно, за счет того, что я говорил, что нет вот этой влаги при продувке, потому что она остается вся вот здесь, и блюдце по блюдцу можно понять, есть влага или нет. Просто сейчас, я сейчас крупненьким кадром это возьму. Здорово, да? Здорово, прям мне нравится везде. Лицо обдувает дымом. Когда продуваешь, всем гостям все дует, заебись. Но, я пока еще сильно не удостоверился, а не будет ли течь это место. Не будет ли здесь капливаться вся эта влага и просто покрывать сверху шарики, что они получатся в вакууме и не смогут нормально продуваться. Это нужно, этот кальян будет очень хорошо покурить, примерно раза три его не разбирать и понять это. В целом, кальян мне вот реально понравился, да? Вот прям вот, блядь, вообще без купюр, как есть, мне реально он понравился. Все очень здорово, все очень круто. А теперь давайте посмотрим, как здесь реализована такая вещь, как утяжелитель тяги. Я, в принципе, сейчас покурил без него и мне было немного легковато. То есть, я бы хотел немного пожестче. Сейчас мы это все вставим. Так, возьмем, наверное, предпоследнюю ступеньку. Так. Вот. Предпоследнюю ступеньку. И посмотрим, что из этого выйдет. Так. Фух, с богом, погнали. Вот сейчас охуенно. Но не дай бог упадет листок. И всем старанием Максима пришел пиздец. Прям даже крепче стало как-то. Да, стало намного крепче. Но я не знаю, это, конечно, наверное, мое восприятие о том, что вот этот весь дым проходит гораздо медленнее через мою гортань. И я это все начинаю ощущать гораздо чувствительнее. Поэтому, я думаю, на этом можно закончить обзор кальяна Баду. Не помню, как называется модель. И самое главное, я оставил под конец его цена. Его цена составляет 8200 в розницу без колбы. Почему не идет колба, непонятно. Потому что, вроде бы, все технологии по производству колб есть. И можно заебашить их ее в стартап. Поэтому это Дава Дым. Ставь лайк. А если ты его курил уже, то отпиши в комментариях, нравится тебе эта модель, не нравится. И что ты думаешь об этой модели. И, конечно же, приходи на Джон Кориан Афес, который выбрал 28 июля в зону Marketplace на 22 стенд. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok